Это проект Итоги Бриф на телеканале Атамикен Бизнес. Я Каэржан Смогулов. Здравствуйте. Из этого выпуска вы узнаете, чем объясняют гонения на букмекерский бизнес и чем это обернется для экономики Казахстана на самом деле. Какими могут быть последствия перехода на прогрессивную шкалу подоходного налога в условиях кризиса. Что будет с ценами на недвижимость и почему эксперт дает два разных прогноза для разных групп застройщиков. Как государство может потерять миллионы и даже миллиарды тенге из легального оборота? Как перекрыть поток налоговых поступлений? Очень просто. Надо только поменять правила игры в каком-то экономическом секторе на абсолютно невыгодные. Его участники либо совсем бросят этот бизнес, либо уйдут в тень. Такое сейчас происходит сразу в двух сферах. Первое – рынок букмекерских контор. Согласно законопроекту, который на этой неделе презентовала в парламенте министр культуры и спорта Ахтоты Раимкулова, все букмекерские конторы планируются переместить в специальные зоны – в Копчегае и Боровом. Заявленная причина – желание оградить казахстанцев от азартных игр. Мы можем потерять молодежь, которая также, например, на сегодняшний день привлекается активно разными средствами, в том числе и средствами рекламы к игровому бизнесу, к участию в азартных играх. И молодежь притягивается, которая на сегодняшний день, возможно, не имеет такие устоявшиеся жизненные принципы. Они теряют мотивацию к успешности. Также вырабатывается у них жизненческая психология и так далее. Конечно, семьи страдают. При этом независимый эксперт Хуаныш Тлеуф, который изучал букмекерский бизнес как явление не только экономического, но и психологического плана, уверен, что заявленная цель оградить человека от соблазна испытать азарт достигнута не будет. Те, кто делал ставки раньше, те будут делать их и впредь. Только все это будет происходить вне надзора государства, в интернете. Смартфонная часть есть у всех. Регистрация в онлайн-конторах очень простая, верификация очень простая. Я скажу важную вещь. В официальной конторе верификация непростая. С авторитетом там Фин Экл, Бвинт, Уильям Хилл, Бэтфайр, Бэтдак. А вот в криминальной конторе, которая два дня как организовалась, верификация очень простая. Там очень просто ввести деньги и очень непросто вывести. То, кто играл, будет играть. Кто проигрывал, будет проигрывать. Там причина не только в жадности, в алчности и так далее. Там есть так называемые ошибки мышления, стратегические, тактические. Я поговорил с человеком, который когда-то открыл в Казахстане первую букмекерскую контору. Он согласен с выводом независимого эксперта и добавляет. Самое главное, что когда люди станут играть в интернете, а не в легальных казахстанских букмекерских конторах, из нашей страны начнут буквально выкачивать деньги за рубеж. И больше никаких налогов от этого бизнеса в наш бюджет. А это в среднем 40 миллионов долларов в год. Самая большая проблема, что этот оборот денег выйдет за пределы РК и уйдет уже в другие юриспруденции. Вот здесь у нас проблема. Если у государства, у нашей экономики лишние 100 миллионов долларов, то, конечно, тогда я не владею ситуацией достоверно, чтобы давать свою оценку. Кстати, куда вы можете уйти? За пределы РК, западная Россия. Россия и западная букмекерская компания, которая является и разработчиками, и законодателями моды, и, так сказать, сегодня движущей силой этого бизнеса. Что такое Кюрасау? Как? Что такое Кюрасау? Кюрасау – это офшорная зона, где есть многие конторы, имеют свою регистрацию. То есть, в том числе и туда уйдут? И туда уйдут. А большая часть на Кипр уйдет. И даже те конторы, которые существуют с казахстанской регистрацией, по брендам мы видим, что это российские компании. А у российских компаний большая часть учредителей – это Кипр, Кюрасау, Кипр, другие. И сегодня все вот эти вот поправки законодателя направлены на то, чтобы удушить местного производителя и отдать рынок за пределы РК. Помните, я говорил о том, что представители двух деловых сфер предрекают скорый конец легальной работы в своем секторе? Первые, как было уже сказано, букмекеры. Вторые – представители ломбардов. За всеми треволнениями из-за коронавируса как-то забылось, что прошлогодние изменения в законодательстве требуют, чтобы ломбарды перерегистрировались теперь уже как микрофинансовые организации. Агентство по регулированию и развитию финрынка объявляло крайний срок подачи документов – 1 мая 2020 года. Недавно стало известно, что из-за ЧП и карантина сроки сдвинули, но само требование никуда не делось. Везде есть отдельно микрофинансовая деятельность и ломбардная деятельность. У некоторых это еще и антикварная деятельность и так далее и тому подобное. Но нигде нету слияния такого, как у нас. То есть у нас пошли по особому, по своему пути. Не знаю, к чему он приведет. Я думаю, что он может привести вообще к ликвидации этого рынка, потому что те изменения, которые сейчас лоббируют депутаты, для ломбардов они смертельны. Просто-напросто. Я имею в виду, несколько депутатов вышли с инициативой, как бы сказать, запретить выдачи займов, залоговых и беззалоговых, лицам, которые имеют просрочку, ну, они предложили, по-моему, 30 дней или 60 дней. А вот еще один пример того, как изменение правил игры может выдавить в тень просто огромную массу денег. В понедельник президент на заседании государственной комиссии предложил перейти на так называемую прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога. Если в двух словах, то ее принцип таков. Чем больше ты зарабатываешь, тем выше для тебя ставка налога. Ну и, соответственно, чем меньше, тем она ниже. Такая система существует в целом ряде государств. Например, в моем понимании, если человек зарабатывает до 250 тысяч тенге, может быть, больше, до 300 тысяч тенге, он не должен платить налог 10%, он может платить налог примерно 7%. Это решит рабочая комиссия правительства. Но, допустим, что касается среднего класса, то в отношении него по-прежнему будет применяться налог 10%. То есть 10% – это налог широкого спектра действия. Условно говоря, с 300 тысяч тенге до полутора, а может быть, двух миллионов тенге, получающие люди эту сумму будут платить 10%, как было и раньше. Люди, зарабатывающие более 25 миллионов тенге в год, как я считаю, должны платить больше 10%. Какую сумму налога они должны платить, опять же, определит комиссия. Это будет 13 или 15%, но не больше 15%. Я считаю, что в нашей стране подоходный налог не должен быть больше 15%. В интернете начались ожесточенные споры. Высказывались аргументы и «за», и «против». Причем те, кто «за», говорят о социальной справедливости, о том, что пора, так сказать, раскулачить богатеев. Те, кто «против», призывают не торопиться и тщательно все взвесить. Единства нет даже среди профессиональных экспертов. В этом я убедился во время сегодняшнего выпуска ток-шоу «Грани». Мы там как раз обсуждали эту тему. Так вот, эксперты подтверждают, что поспешное внедрение прогрессивного налога может спровоцировать уход части заработных плат в тень. Их снова начнут выдавать в конвертах. В текущей ситуации делать реформу очень поспешно – это ошибка. Мы сейчас не в той ситуации, когда можно и нужно ломать то, что уже работает, в угоду того, что может быть будет работать, а может нет. В чем самая главная угроза этой введения сейчас шкалы? Тем, что мы можем получить обратный эффект. Вместо наполнения бюджета, как это один из стимулов, то есть нефть стоит дешево, отлично, люди – новая нефть. Это плохой стимул. Кроме того, мы можем его и не сделать, потому что средний класс, средние зарплаты просто уйдут в тень. Уйдут в минус, уедут отсюда, либо же как-нибудь будут по-другому уходить от уплаты этого налога. В итоге бюджет пострадает. Справедливости ради надо отметить, что не все потрясения на рынках вызваны действиями госорганов. Например, то, что происходит с ценами на жилую недвижимость – прямой результат кризиса. Хотя это, конечно же, очевидно. Тут людей больше интересует вопрос – что же будет дальше? В целом я могу спрогнозировать следующее поведение на рынке цены квадратного метра. Во-первых, если мы посмотрим на примере столицы, то присутствует 60 застройщиков, которые предлагают квадратные метры различного класса. 45% из них привлекают посредством жилищно-строительных кооперативов. Это свидетельствует о том, что у них нет собственного финансирования, нет плеча банковского, и они привлекают деньги с рынка. Соответственно, они в первую очередь просядут, потому что спрос не восстановится так быстро, и его среднее падение в целом до конца года составит 50%. В результате в погоне за покупателем они будут демпинговать. И это изменение цены в сторону уменьшения сформирует информационный шум о снижении стоимости квадратного метра. Но что на самом деле произойдет? А на самом деле покупатель оставшегося спроса пойдет к надежным застройщикам. Как будут вести себя надежные застройщики? Их себестоимость взвешена, проекты рассчитаны, у них есть собственное финансирование, либо банковское. Соответственно, они с ростом себестоимости не могут повлиять на снижение. И как мы уже слышали, ряд заявлений топ-менеджеров, лидеров рынка, они прогнозируют рост на 10-15% по ряду своих проектов. И это действительно так, потому что они будут обеспечены спросом. Кстати, это, наверное, первый выпуск за последние два месяца, который я начал не с коронавируса. Хотя понятно, что он никуда не делся, и ежедневная борьба с инфекцией продолжается. По всем прогнозам, осенью, возможно, вторая волна заражений. А бесконечно сидеть на карантине в режиме ЧП не получится. Надо работать и выходить из экономического кризиса. И вот тут у многих возникает вопрос. Тесты на COVID-19, мягко говоря, недешевы. Но они нужны и в большом количестве. Неужели нельзя как-то снизить их стоимость? Ну что ж, есть хорошие новости. Как мне сказала вице-министр здравоохранения, снизить цену тестов можно. А что касается отечественной разработки, на сегодняшний день уже существует у нас производитель, который самостоятельно разработал тест. Он его зарегистрировал, и в настоящее время проводится валидация тестов на их качество, чувствительность. То есть мы проводим в сравнении с теми тест-системами, которые у нас есть, потому что у нас несколько видов тест-систем, в том числе и те, которые нам предоставила Всемирная организация здравоохранения для проведения референтного тестирования. То есть это обязательная процедура. У нас есть референс-лаборатория в городе Алматы, и мы определенное количество положительных и отрицательных результатов передаем к ним для проведения реферирования и подтверждения тех результатов, которые были получены ранее. Вот как только процедура валидации произойдет, компания готова производить до миллиона тестов в месяц. Цена у них достаточно привлекательная для государства. В настоящее время мы проводим... У нас есть такая процедура, это заключение долгосрочных договоров между производителями отечественными и СК-формацией сроком на 10 лет. И в настоящее время мы проводим процедуру утверждения номенклатуры для того, чтобы объявить конкурс для заключения долгосрочного договора. Похоже на то, что пандемия COVID-19 постепенно меняет привычное устройство мира, в том числе делового. Например, присутствие сотрудника в офисе еще полгода назад было синонимом работы. Теперь нет. Автоконцерн Audi разрешил работникам, которые не заняты непосредственно на сборке машин, работать удаленно не менее половины своего рабочего дня. Интернет-гиганты Google и Facebook отправили сотрудников по домам до конца года. В Твиттере пошли еще дальше. Там разрешили работать дистанционно всегда. А как у нас в Казахстане? Вот эти два месяца показали, что справились. В большинстве своем все IT-подразделения всех компаний, как частных, так и государственных, и квази-гох секторов, справились с этой ситуацией. То есть предыдущая работа медленная, может быть, не совсем заметная. Наших IT-специалистов во всех компаниях все-таки подготовила нас. И мы справились с этим, и работа ни капли не остановилась. Мы уже планируем до 30% сотрудников перевести на удаленную работу. Все наши совещания с портфельными компаниями, с правительством, всю нашу деятельность перевели на дистанционную работу с помощью различных систем. Коронавирус не только меняет наши деловые привычки, но и дает толчок к развитию направлений, на которые ранее мало обращали внимания. Одно из них – интернет-вещей. По оценке IDC, мировые расходы на эту технологию к 2023 году достигнут триллиона долларов. Что это такое, разбирался Виталий Муртазин. Представьте, что ваша кофеварка научится определять, когда вы подходите к дому и заранее будет готовить ваш любимый напиток. Или же вообразите себе несколько крупных заводов, которым достаточно лишь десятка специалистов вместо нескольких тысяч работников. Невозможно, скажете вы. Но совсем скоро это станет обычным делом благодаря интернету вещей. То есть это разного рода датчики, домашняя утварь, автомобили и даже станки на заводах, которые отправляют данные о своем состоянии прямо на ваш смартфон, откуда вы сможете их контролировать. Однако не стоит ограничиваться лишь одним домом или предприятием. Интернет вещей нужен для комплексной автоматизации промышленности или бизнес-процессов. Он предполагает создание единой умной инфраструктуры по всей стране. А теперь представьте, что каждый этот слой мы подключим к сети. Искусственный интеллект сможет значительно упростить надзор и управление всеми этими объектами. Там, где есть установившиеся формализованные бизнес-процессы, интернет вещей помогает существенно улучшить и упростить управление, убрав огромное количество операционных бездержек. Причем случится это достаточно скоро. Некоторые проекты уже действуют, например, в сфере ЖКХ, в промышленности, в ритейле. Даже ваши ежедневные покупки уже давно стали частью интернета вещей. Вы когда приходите в магазин, делаете оплату за купленный товар, автоматом ваша транзакция попадает на сервера Министерства финансов. Вы же знаете, да, вот там кассовый чек получает. Это и есть вот простейший элемент интернет вещей. То есть экономика уже обладает онлайн информацией обо всех транзакциях потребителей во всех торговых точках в течение дня. Таким образом мы уже начинаем пользоваться интернетом вещей. А в будущем он станет неотъемлемой частью нашей жизни. Точно так же, как когда-то ими стали радио, сотовая связь и привычный сегодня интернет. Возвращаясь к заявлению президента, на заседании Государственной комиссии 11 мая стоит отметить меры поддержки бизнеса, о которых он говорил. В частности, глава государства отметил, что возможности микро- и малого предпринимательства полноценно пользоваться стандартными банковскими продуктами сильно ограничены. Поэтому глава государства поручил разработать для них специальные механизмы финансирования в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Совсем не лишнее, если учесть, что недавние попытки госчиновников разработать план спасения бизнеса вызвал и продолжает вызывать критику. Налоговая и фискальная политика в условиях коронавирусного кризиса должна быть направлена на укрепление доверия и устойчивости бизнеса. И поскольку есть высокая вероятность, что налоговые поступления в ближайшей перспективе будут сокращены, лучший способ их увеличить – это поддержать экономический рост, в том числе посредством достаточно сильных и устойчивых стимулов. С этих позиций предпринятые фискальные меры выглядят несбалансированными и недостаточными. Так, в перечень субъектов микромалого и среднего бизнеса, которым и предоставлены льготы, почему-то включена крупная розничная торговля автомобилями и автотранспортными средствами, аренда и управление недвижимостью торгово-развлекательных комплексов, деятельность аэропортов, воздушного пассажирского транспорта, а также консультирование по вопросам коммерческой деятельности и вопросам управления. В перечень субъектов крупного предпринимательства фигурируют те же самые объекты. Очевидно, что акцент смещен в сторону крупного бизнеса и практически не представлены сектора экономики, обеспечивающие рост цепочек добавленной стоимости. Особенно наглядно проблемы малого бизнеса видны на примере детских садов. Эта сфера практически парализована. Немного полегче тем дошкольным учреждениям, у которых был хоть какой-то объем государственного заказа. Они должны по-прежнему получать деньги за детей по принципу подушевого финансирования. Но есть и такие садики, которым когда-то госзаказа не досталось вовсе. Ситуация двоякая. Во-первых, мы должны благодарить государство, потому что все-таки приняты меры по отношению именно к этому социальному бизнесу. Почему? Потому что в основном многим детским садам, работающим по госзаказу, выплачивается госзаказ в полном объеме. То есть столько детей, сколько к ним ходило на момент закрытия детского сада, фактически ходило, не по мощности, а именно по факту, вот за этих детей они получают финансирование. Этих денег по методике подушевого финансирования хватает им на частичное погашение заработной платы. То есть понятное дело, что детский сад не находится в прибыли, но он, по крайней мере, имеет возможность поддержать своих сотрудников частичной заработной платой. Выживать, да. Это тоже очень большая помощь. Второе, конечно, это не касается тех детских садов и центров, которые не имеют государственного образовательного заказа, а их тоже немало. И сейчас они, конечно, в очень сложной ситуации, как и многие виды бизнеса. К сожалению, они тоже выживают, как могут. Помогать приходится не только тем, кто пострадал от кризиса из-за COVID-19, но и тем, кого разорило наводнение в Макта-Аральском районе. Например, Каза Агрофинанс отменил начисление процентов по лизингу на полтора года своим заемщикам в этом регионе. Кроме того, на этот период им не будет начисляться неустойка за просрочку платежей. Речь идет о заемщиках, пострадавших в результате ЧП в Туркестанской области. На этой неделе Евразийская экономическая комиссия опубликовала доклад, из которого следует, что падение совокупного ВВП стран-членов ЕАЭС по итогам этого года может достичь 7,2%. ЕАЭК рассмотрела два сценария – рецессия и депрессия. В документе сказано, цитирую, падение ВВП государств-членов ЕАЭС в 2020 году вследствие пандемии может составить от 3,2% сценарий рецессия до 7,2% сценарий депрессия. Последствия пандемии коронавируса и падения цен на ключевые экспортные сырьевые товары приведут к ослаблению внутреннего потребительского и инвестиционного спроса и будут сдерживать расширение чистого экспорта государств-членов ЕАЭС. Конец цитаты. Общий характер экономических проблем внутри Союза виден и по поведению национальных валют России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Тем не менее, известный экономист Арман Байганов уверен, что плюсов от экономического объединения все же больше, чем минусов. Например, если в этом определенном экономическом сообществе определенная страна занимает 5-6-10%. Ну, тот же, например, Казахстан, Киргизия – это выгодно. Представьте, если у них экономика более конкурентоспособна, он получает в десятки раз больше рынок сбыта своих товаров. Здесь в целом надо подойти с такой стороны. Это все зависит, как бы, определенный тест на устойчивость именно эффективности деятельности правительства каждых стран. Они должны, грамотно умея, именно должны проводить те реформы, и благодаря тем определенным реформам они, наоборот, могут показать, насколько они эффективно работают. Если валюта определенных стран девальвирует по отношению к основным своим торговым партнерам, значит, что-то не так. Значит, и в их работе, деятельности, госслужбы есть определенные провалы, и над этим необходима работа. На этом все. Это был проект «Итоги брифа». Увидимся в следующем выпуске на канале «Атомикен Бизнес». Всего доброго!